Я занимаюсь и что я делаю? Давайте я вам скажу. Итак, мои занятия начинаются с того, что я провожу обряд. Первый обряд. Я представляю, будто все ваши помещения, где вы находитесь, я их начинаю видеть в виде комнаты. После этого второе. Я делаю запечатывание этой комнаты и делаю выжигание и очищение с использованием мантр. После чего каждого из вас я связываю грубо ниточкой и представляю, будто я всех вас возношу в некий дворец, который находится на небе. При этом я представляю, будто есть дворец на небе с признаками, нужными нам. То есть я представляю себя Уларом Гесером, сидящим на коне, то есть императором, который несет ответственность за людьми, которые рядом с ним находятся. После чего сажу женщин по левую сторону во дворце от себя на троны, мужчин по правую сторону от себя на троны. При этом запечатываю весь дворец признаками, которые называются признаками ваджарности. То есть представляю над нами огромный ваджр, представляю Шри Рамьянтру, которая лежит на полу, представляю янтрические элементы, которые вокруг нас находятся. С правой стороны Авалакитишвару, сзади ваджрапани, с левой стороны Буду Амитаюса, спереди себя Буду Беканзу синего цвета или цвета лаписа лазурита. При этом представляю на каждой стене изображение, которое шевелится, это изображение восьми бодхисаттв учения с передней части, трех элементов драгоценности с правой, 21 подавление гневных духов сзади, с левой стороны проявление бесконечного начала в виде вишну и в виде золотых точек, которые есть на небе. Над нами представляю огромный ваджр, еще выше представляю бесконечный золотой океан, в этом золотом океане это как бы элемент божественной энергии. После чего я провожу обряд, я говорю пусть все, вы помните, пусть все, кто нас мучает, кому мы должны, болезни и так далее, я представляю их под нашим дворцом, который находится внизу. Я представляю огромное поле, которое называю кладбищем. На этом кладбище я рисую огромный круг, на этом круге делю его на восемь частей и в этих восемь частей вставляю все классы наших существ, которые хотят от нас. Наши крови, это наши болезни, это наши неприятности, это наши психические заболевания, физические, костные и так далее. Представляю это в виде вот таких божеств, которые находятся в этом кругу. Он огненный и не дает им выйти. После чего я представляю, будто мы, выходит там четыре элемента, на краю этих колес становятся там хранители учения, посредине там существо, которое может справиться с этими всеми духами. Читаю как бы и призываю их из пространства астральных существ, которые защищают нас и нашу школу. При этом прошу их, чтобы они наелись, напились, к нам дела не имели. И после чего отдаю зло, то, которое есть и прошу эти существа, которые это все уничтожают и закапывают в землю, прошу, чтобы они нас защищали. И они от дворца становятся в четыре стороны. С левой стороны, спереди, сзади и так далее. Потом я прошу у них, чтобы они давали волны. То есть обычно обращаюсь к Митаюсу, Кашопхе, Ктаре и так далее. То есть я с ними общаюсь и создаю, читая мантры, прошу избавить нас от заболеваний, представляя при этом волны, которые сквозь нас проходят. После чего, когда этот обряд проходит, я объединяю всех своих учеников, объединяя их между собой, я делаю из них два тотема. Одну энергию представляю над нами. И вторую энергию представляю перед собой. Перед собой я представляю светящуюся. Второй элемент, я представляю намерение, которое связано с моим банджарным намерением полного выздоровления людей. Представляю это в виде огромного потока белой энергии, находящейся в бесконечном пространстве. Каждого из вас я ставлю, забираю из дворца и ставлю в этот объект намерения. То есть этот объект намерения, это бесконечная космоэнергетическая сила, которая связана с телопричинными элементами, которая связана с физическими заболеваниями. И представляю, будто вы там находитесь, где вы 24 часа находитесь в программе исцеления. После чего проношу сквозь вас тотемные энергии, которые называются ваджарная, в виде огненного шара, проходящего сквозь вот эту белую спицу намерений. После чего делаю второй, вернее, первый белый шар проходит сквозь вас, а снизу проходит желтый шар. И стараюсь это контролировать постоянно. Это как бы основная программа очищения, завершения. И завершением, которое будет, это как бы обращение к темной, тотемной энергии. Ну, я немножко об этом не буду рассказывать сейчас. Далее, с вами, с теми людьми, которые находятся перед вами. Зачем мне энергия, которую я представляю в виде женщины над собой в небе? И зачем вы яркого белого цвета, который находитесь передо мной, когда я с вами работаю? Через верхнюю энергию, которая находится над нами, которую я не контролирую, я могу посмотреть эффективность практик. Так, в случае, если та женщина, которая сверху становится старой, седой, распадается, или злой, это говорит о том, что энергии не хватает, о том, что я делаю что-то неправильно, о том, что моя задача сделать все для того, чтобы она стала красивой, молодой, любимой, чтобы у нее появились элементы красивое тело, красивая душа, красивые зубы, красивые глаза, длинные волосы, драгоценности на теле, красивая одежда, и чтобы она была умилостливлена. Дальше, что я делаю с огненным вот этим существом, которое находится перед со мной? Первая практика, я представляю бутам, я вижу мозг, в него включая два электрода и начинаю выжигать. Я выжигаю левое полушарие, правое, гиппокам, гипоталамус, после чего седловидное тело, после чего продолговатый мозг, делаю это медленно, после чего нервную систему, представляю ее с глазами, представляю глаз, делаю в нем этот свет, два лучика, делаю это в канальцах, прихожу к хрусталику, после этого объединяю с мозгом, левый глаз, правый глаз, нервные ткани, которые в ноги заходят и так далее, после чего перехожу к носоглотке, прохожу носоглотку, представляю свет, опускаюсь в бронхе, делаю высвечивание вот этими двумя электродами, левого легкого медленно, правого легкого, после чего прохожу через пищевод, делаю отбеливание пищевода, вхожу в желудок, делаю отбеливание желудка, вхожу в поджелудочную железу, делаю отбеливание поджелудочное, электродное такое, после чего в тонкий кишечник, вернее в двенадцатиперстную кишку, после чего в тонкий кишечник, в слепую, сигмовидную, подвздошную тонкую кишку, после чего в 12-перстную, после чего в толстый кишечник, по верхнему сегменту толстого кишечника, после этого по сигмовидному кишечнику толстой кишке, после чего по пятипалой кишке, после чего в слепую кишку и после чего работа еще и с геморроидальными узлами, которые представляют цветами, которые распустились и которые засыхают. Я их вот так делаю пальцами, отбрасываю. После чего вновь возвращаюсь к кишечнику, нахожу где находится печень, два электрода по печени, после этого два электрода выжигаю желчный пузырь, после этого провожу вот эту трубочку, которая идет у нас в 12-перстную кишку, в поджелудочную железу и очищаю в виде вот такого цвета. Возвращаюсь после чего к сердцу, представляю сердце, как оно связано у нас с головой, как оно связано у нас с телом, представляю тысячи ёршиков, начинаю очищать каждый из этих сосудов, который идет в ноги, который идет в голову и делаю кровообращение. Одно делаю сосудистое, другое делаю красное, при этом в это все запускаю вот такую вот электросварку, после чего перехожу к селезенке, представляю всю селезеночную и лимфатическую систему, прогоняю эту лимфатическую систему в виде вот таких электродов, точно так же ёршиками это все очищаю. После чего перехожу к почкам, левую почку делаю, после этого правую почку делаю, объединяю их, просматриваю каналы, которые связаны у нас с мочевым пузырем, после чего освечиваю мочевой пузырь, после чего прохожу в половые органы, уритральный канал, после чего обращаю внимание на половые органы, у мужчин мужские половые, точно так же электросварка, там пенис, два яичка, четыре части предстательной железы, у женщины внешние половые губы, внутренняя вагина, после чего матка, связанная с фаллопиевыми трубами, окончанием всего является высвечивание яичников, левого яичника, после чего правого, после чего просматриваю, если человек запустился и пускаю программу очищения крови, очищения лимфы, перехожу к элементу, который называется замораживание и закипание, тем самым активирую железы внутренней секреции, представляю, будто человек вода, на выдохе представляю, будто он замерзает, на вдохе представляю, будто он закипает, делаю так, наверное, раз 120-130, после чего провожу процессы лепки, представляю, будто я точно так же леплю сначала левую часть мозга, после этого правую, как шпателем, позвоночник, после чего леплю глазки, и после чего леплю бронхи, и все в той же последовательности, как вам сказал, после чего перехожу к практике, которая называется синяя вода, представляю вас синие, заполнены, после чего работаю с вашими телами, представляю, будто вы это сжатый канат, я его раскрываю, этот канат, представляю, будто я выстирываю его, выглаживаю его утюгом, после чего делаю так, представляю вас как человека, бросаю вас в мельницу, делаю из вас фарш, бросаю этот фарш в центрифугу, в центрифугу пропускает вас через белое полотно, все, что остается на белом полотне, это заболевание, их сжигаю, потому что здесь постоянно горит свечка, после чего из этого существа превращается вновь человек, делаю огненные пуджи, представляю, будто я вас разрезаю на части, отрываю или снимаю с вас кожу, разделяю вашу голову, делаю, там, разрезаю ваши мозги, глаза, отрываю вам руки, ноги, вычищаю вас, там, от кишек, и так далее, и так далее, то есть это огненные пуджи или огненные практики, они имеют очень мощный эффект, далее, далее, матрицы, представляю, будто вы большая матрица, далее, внедряю в вас определенные агрессивные коды, когда читаю код, представляю вас огненным белым существом, забыл сказать, заполняю вас огненной энергией, запускаю эту огненную энергию, и понимаю, что она должна включить в вас железы внутренней секреции, и заполнить ваш позвоночник, делаю архитектуру, представляю, будто вы огненный штырь, от него планочки, это ваши тазобедренные суставы, плечевые суставы, делаю правильную архитектуру, чтобы она была ровная, это поможет вам в вашей жизни не болеть заболеваниями позвоночника, после чего делаю внедрение, настройки сознания, после чего делаю, развязываю эти узлы при онкозаболевании, представляю вас, допустим, огненным человеком или огненным существом, бросаю в это огненное существо, допустим, кот, который открывает заболевание, допустим, заболевание щитовидной железы, представляю, будто это существо, как бы не существо, а представляю, будто кот зажегся и открыл дверь, я вхожу в эту дверь, представляю, будто в этой двери находится помещение, светлое помещение или темное, это помещение ваших заболеваний, и начинаю либо убирать что-то из этого помещения, либо отбеливать это помещение, либо красить стены, либо там еще что-то делать так с каждым заболеванием то есть вот эти все коды это фактически моя ментальная работа нахожу центр сборки болезни делаю печать сжигают и печать растягиваю вас вверх и вниз смотрю ваши телопричины ментальные каузальные и астральные поля при этом представляю будто вся ваша жизнь вашими событиями это огромное количество лампочек выкручиваю старые лампочки закручиваю новые представляю будто вы с вашими тяжелыми заболеваниями это сгоревшее дерево вытягиваю это все из вас ставлю вам цифровые коды вашего ваших первопричин заболеваний меняю эти цифровые коды на коды которые могут вам помочь в общей сложности 129 заболеваний умножить на 9 первопричин получается 1116 или 1119 первопричин каждая первопричина это мой вдох и выдох работай с вами и это вдох и выдох работа с вами еще и как бы через канал ясновиднее то есть я должен вас видеть я должен что-то представлять я должен ждать получение информации должен это выводить это такая вот работа делаю подготовительные методы выбрасывания отрывания выделения провожу тантры здоровья визуализирую там капли в вас провожу обряды там если проявляется божество провожу обряды проводов шести классов духов восьми элементов влияния планет кету мару хету и так далее то есть это все провожу обряды здоровья воздух огонь земля ищу печати заболеваний исчезает ну и там убирают а работаю с глазами и последовательствами проявления представляю вас глаза после чего представляю будто у вас есть некое такое ментальное существо которое называется тхарани или охранник начинаю искать контакт с этим существом прошу его чтобы он закрутил вам там что-то или открутил и так далее работаю с вашими железами внутренней секреции закручиваю представляю будто этой пружины представляю вас существом вокруг которого находится на песочные часы и вы стареете после песочные часы внизу наполни разворачиваю песочные часы работаю с вашими телами которые называются тело причинное тело которое похоже на землю тело здоровье и жизни которое похоже на воду ну и так далее дальше представляем ножи в теле вытягиваю их при этом представляю ножи с каменной ручкой ножи с костяной ручкой ножи серебряной на ручкой ножи золотой заполняю вас серебряной энергией в тигле представляю будто в тигле вас выплавляю выливаю человечка золотого что запускает вам железы внутренней секреции человечка из серебра сделанного запускаю элементы которые связаны с восстановлением костей нервных тканей и так далее железы пружины работаю с психическими заболеваниями убираете психические заболевания представляю будто в глазах там у вас что-то светится затухивает после чего опускаюсь в астральный мир делаю для вас больших астральных двойников и так далее делаю перекосы пупка то есть смотрю как у вас перекошенная энергия восстанавливая ее по системе цигун представляю медузы вытягиваете медуза у вас из груди из вашего тела и так далее выпуская птицы с животных делаю практики ершиков лепки пустоты делаю методы пульсации когда напрямую передаю свою чувственную энергию свое здоровье вам настраивая неким образом вас на то чтобы вы хорошо работали при артритах представляю будто вы огненная семечка которая горит от заболевания гипертонии представляю будто у вас в груди находится черный сжатый комок растягивая его вдоль вашего тела и сшивая убираю лишнюю энергетическую эпилептическую деятельность представляю будто от вашего тела многократно больше 108 раз делаю происходит энергетическая активность в виде вот таких вот вспышек в разные стороны убираю там боли в глазах делаю обмывание савитур представляю будто из вас вытряхиваю заболевания делаю это на свечку и представляю будет она все сыпется и сыпется иногда это занимает много времени делаю практике прожига делаю нити савитур которые связывают вас и божественную энергию выполняю около 100 практик там от заикания от эпилепсии судорог лишнего электричества зеркало и свеча методы обрасывания бон методы веревки бон высасывание из вас заболеваний и сплевывание этих заболеваний изменения там к ней ли проводы там духов обращения к вашему прямому здоровью делал специальный обряд такое выжигал восковые соты ваших заболеваний выжигал вату и ваших заболеваний сшивал вам сердца сшивал шестую вторую чакру пошел многих людей есть проблемы со сном создавал оживление создавал слезы сердца это все создавалось для того чтобы у вас появились там хорошее настроение хорошее самочувствие и так далее изменял ваше состояние изменял их с помощью эзотерической практике кубик рубик после каждое заболевание это перемешанный кубик рубик я его соединял и объединял так чтобы все стороны нормально работали у вас есть первопричины заболеваний представлял над вами сзади вас полотно при этом полотно разорвана я его сшивал гладил стирал делал это многократно переводил вас из потока вашей жизни одной в поток другой где вы будете жить ярко и счастливо открывал подпространственную дверь и убирал вас из матрицы этой жизни в матрицу где вы будете жить совершенно счастливыми и здоровыми и ставил это вам перед сном работал со змеиной шкурой ваших проклятий там влияние так далее работал с негативными вибрациями с помощью прямой передачи сердечного тепла и вам от манической энергии от меня вас путем благословения меня как вы с высокодуховного существа для вас там просьбами моими для того чтобы там мы простираниями для того чтобы вы выздоравливали убирал у вас привороты сглазы невезения в жизни устранял это проводил обряды убирания кладбищенской магии порчи блуда там ставил вам пентакль абсолютного выздоровления когда говорил поставьте вопрос скажите с каким состоянием вы пришли тогда и в каком состоянии вы сейчас вы говорили 18 16 и так далее я представлял будто негатив находится в груди все остальные становились вокруг вас после чего менял вам то есть груди ставил 9 максимальное состояние которому вы стремитесь и девятки вокруг вас которые будут помогать вам выздоравливать спереди сзади слева справа везде представлял плюсы тем самым фактически строил вам пентакль вашего движения с вашим разрешением или намерением проявления в вас здоровья потому что очень часто ваше сознание она уже не хочет выздоравливать и вас нужно за там заставлять это делать после чего делал внедрение в вас капли жизни капли сознания капли новых чувств капли нового тела после чего у нас были астральные операции где там ну как-то проводил проводил практики сакрально-архитектурного построения нити окалины и реки жизни где убирал вас неприятности после чего внедрял вас 8 на 7 8 на 8 64 64 кода которые связаны с тем чтобы в вашем теле начали правильно работать структуры саморегуляции и все системы начали работать в состоянии гармонии рисовал при этом пентакль после этого внедрял в вас 1160 1160 цифровых кодов как я представлял каждый раз каждую цифру представлял и внедрял включалась после чего делал договоры с духами работал с вашими чакрами с вашими невезениями после чего перешел к ментальным практикам целительства представлял вас будто в сосудистой системе там все золотом вокруг вас горит это некие такие ментальные элементы их 100 методов я их внедрял вас после чего у нас шло 100 123 кода которые я внедрял убирал с помощью ясновидения ваши заболевания после чего коды второго уровня их у нас там было 157 кода второго уровня которые более глубоко входят в первопричинные заболевания находя область область первопричины доходя до нее я пытался вскрывать первопричину очищать удалять и так далее если кто-то хочет сказать мне что есть более эффективный целитель чем я я буду громко в лицо орать просто почему нет таких людей которые могут работать по три часа с человеком утром и по три часа с человеком вечером и еще по два часа перед сном нет таких людей такие еще не рождались те методы которые даю они бесконечно сложны их очень сложно применять с ними очень категорически сложно работать и когда люди говорят я хочу заниматься целительством я хлопаю в ладоши и говорю вы выбираете для себя чрезвычайно тяжелый путь почему потому что те целители которые во многом сейчас работают это всего лишь люди которые перетягивают заболевания берут заболевания человека и вставляют их в себя а потом пробует переварить чем это заканчивается очень часто заканчивается плачевно те люди которые являются целителям становятся больными сахарным диабетом их дети начинают болеть в жизни все становится плохо они таким образом просто являются вентиляторами или мусорными ведрами в которые добровольно за две копейки сливают грязь с тех людей которые к ним приходят второй вариант целители это которые думают что лечат на самом деле просто берут деньги и ничего в итоге не получается 3 которые еще и обманывают которые внушают горит я тебя вылечил те вылечил на самом деле никто никого не вылечил он не проверить не может ничего сделать не может у меня есть минус я вижу ту работу которая провожу и я работаю по-честному заставляя и делая все для того чтобы это было идеально все остальное уже зависит от вас почему я вам сказал саму систему если человек бесконечно предал свою душу если человек бесконечная какашка если человек настолько проросла ненависть на столько проросла злоба настолько проросло говнизм какой-то настолько проросло вот ложь настолько проросла вот сволочность вот это то вылечить такого человека будет сложно почему я корячусь а душа не хочет Она закрывает это все, она говорит, это существо недостойно, пусть оно растет духовно. Именно поэтому я говорю, что духовность является одним из максимально ярких проявленных элементов. И человек обычно говорит, Андрей Андреевич, я хороший, добрый человек, а сколько раз вы ненавидели своих детей? А ругал кто? А кто устраивал террор? А сколько по времени вы обижаетесь? А кто не хочет помогать этому миру? Кто не хочет помогать близким? Кто не хочет видеть мир, в котором мы находимся? Кто не хочет жить в этом мире? Почему вы этого всего видеть-то не хотите? Ведь он прекрасный. Нет, деньги, 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 жирная, 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 жирная. Сколько можно? Слушайте, вы себя загнобили, вы себя гнобите, гнобите всех людей вокруг вас. Вы недобрый человек, у вас либо зависть, либо ненависть, либо еще что-то. Ученики школы после седьмой ступени потом мне пишут, Андрей Андреевич, вы должны иметь волос, вам надо сбрить волосы, быть нормальным человеком. Это еще что такое? То есть столько говна, что нужно его выплеснуть даже своему учителю. После этого я не могу выздороветь. Ну а как же ты выздоровеешь, если после того, когда марафон заканчивается, они начинают обсуждать. Дуй-ка, столько денег заработал, дуй-ка, какашка. А давайте позвоним, скажем, что мне не помогло и заберем все деньги обратно. Ну это же нормальный процесс. То есть говнизм надо убрать. Вот это все внутреннее говно, его нужно собрать и убрать. И стать наконец-то хорошим человеком. Когда захотите орать, вспомните, что я вас наградил медалью, вы добрый, хороший человек. Кого-то бить скажите и себя не угнетайте. Не говорите, я какашка, никому не нравлюсь, я злая, вредная, там еще какая-то. Будьте высокодуховными людьми. Плохие президенты, хорошие, все в сад. Плохо живется, хорошо, видите, все хорошее. Вы одеты, плохие у вас родители, хорошие, но вы-то выздоровели. Вы-то сейчас здесь, значит они вас вырастили. И вы дожили до престарелого возраста, значит у вас и кальций, и калий присутствовал. Это говорит о том, что хорошая жизнь была, хорошие гены, и они хорошие. Тогда что тянуть-то, уже сами родители, а все плохие. И дети тоже, что вы их гнетете. Работайте над собой, становитесь добрыми. Хотите что-то сделать детям, дайте им денег, хватит их воспитывать. Хотите в жизни свои счастья, хотите, чтобы тело не болело, видите мир вокруг вас находящийся. Это не таблетка, это радость. Мы ее должны знать, мы должны на нее ориентироваться. Это процесс длительный. Таблетка вам поможет не почувствовать боль, но распад тканей будет происходить. Я говорю вам это серьезно.